Всем привет, меня зовут Александра Новосад, я инструктор Центра развития личности Арканума, и сегодня мы с вами поговорим о том, как понять свои желания. Для чего вообще нужно понимать свои желания? Вы живете в материальном мире, и для того, чтобы вы могли достигнуть своих целей, своих желаний, вы должны понимать, куда же вы двигаетесь, да, чего вы хотите получить в итоге. Нужно понять, что желания бывают разные, они бывают конкретные, материальные, например, вы хотите отношений, да, и вы будете понимать, что вы получили желаемый результат, вы хотите машину, квартиру, путешествие, или, например, вы хотите прийти к определенному состоянию, например, такое размытое состояние счастья, я желаю счастья в целом. И от понимания того, куда вы идете, к чему вы стремитесь, вы будете понимать, через какие инструменты вы можете этого достигнуть. С помощью разных инструментов вы можете поисследовать свои желания. Например, вы хотите построить гармоничные отношения, и у вас есть уже эти отношения, и у вас кажется, что у вас там какие-то скандалы, споры, непонимание с мужем, хотя вы все делаете абсолютно правильно для этого. Например, мы можем взять с вами в руки Таро, посмотреть на всю ситуацию в целом, и понять, а что же думает муж по отношению к вам, а как он к вам относится. У меня был конкретный случай, когда пришла девушка, и вот у нее были некие такие недопонимания с ее мужем. Заключалось это в том, что она делает все, по ее мнению, а он не делает ничего для того, чтобы их отношения стали лучше. Оказалось, что в глубине его лежит в основной такая большая громадная травма, связанная с воспитанием его мамы, где она нанесла ему некие такие психологические травмы, и он бессознательно пытался отомстить своей жене за те действия, которые делала мама. В итоге, когда она разобралась с этим вопросом, она поняла, что все претензии, которые к мужу она пыталась донести, он их просто не слышал, потому что эта травма лежала в бессознательном. Таро это прекрасно показала. Мы нашли с ней не только причину их ссор, но и увидели некий такой вектор решения этого вопроса. То есть, если вы хотите поисследовать свои отношения, ситуацию, в которых вы вообще не понимаете выход, хотите разобраться в этом конкретно, то, конечно же, вам поможет Таро. Также можно прекрасно разобрать с помощью инструментов, актуальный для многих вопрос, связанный с финансами. Например, в этом вопросе прекрасно помогает ароматерапия. Почему? Ну вот вы ходите с тренинга на тренинг, прорабатываете свои финансовые блоки, ищете где же, где же, где же. Все приводит к тому, что вы тратите деньги, но результата нет. Почему? Потому что с помощью, например, ароматерапии мы можем увидеть, что ваши деньги сейчас для вас не совсем актуальная тема. И для начала вам надо разобраться с собственной безопасностью, потому что пока вы не будете гарантировать себе безопасность, вы просто физически будете бояться зарабатывать больших денег. Это как пример. Например, ко мне пришла девушка, которая хотела выйти на доход Х2, и она не могла к этому прийти долгое количество времени. В итоге мы выяснили с помощью диагностики, что оказывается, она не только хочет выйти на Х2, но она не в состоянии там остановиться. Но вот даже вы сейчас можете себе попробовать ответить на вопрос, сколько вы хотите зарабатывать. Например, эта сумма, я не знаю, полмиллиона, 300 тысяч, миллион. И потом ответить себе же на вопрос, а сколько вы готовы прожить с этой суммой в своем промежутке времени. Ну, например, вы скажете, ну как я могу с ней пожить, я хочу сразу же идти дальше, стремиться, зарабатывать больше. Ваша психика этому будет просто сопротивляться, потому что она понимает, что мы только туда еще не добежали, и уже бежать дальше. И, собственно говоря, возникает некий такой страх. Ароматерапия помогает не только найти истинную причину, желание зарабатывать деньги, неважно, в чем она заключалась. Даже если до этого вам казалось, что деньги зарабатывать это небезопасно, то мы можем зафиксировать с помощью ароматов психики такой фундамент, что именно деньги вам будут давать эту безопасность. И, собственно говоря, привести к желаемому результату, потому что там не только приходит понимание того, а сколько я хочу, а зачем мне эти деньги. Собственно говоря, мы разбираемся эти желания, неважно, что я кому хочу доказать или самому себе в том числе, она также показывает, закрыты ли ваши базовые потребности. И как это все можно с помощью ароматерапии просто физически замаслить и сделать так, чтобы деньги к вам потекли ручьем. Также одно из самых важных желаний – это вопрос самореализации. Чего я хочу, чем я хочу заниматься, кем я хочу видеть себя в будущем. И есть такой момент, который часто возникает, на котором люди останавливаются – это вот такой крик во Вселенную «всем все, а мне ничего». Вот я вижу, как реализуется моя подруга, я вижу, как мой коллега на работе получает премию, например, я вижу, как кто-то растет в доходе, неважно, с чем это связано, с притоком клиентом или, в принципе, тем, что человек становится более заметным в пространстве, а мне ничего. С чем это связано? Представьте себе, когда вы обращаетесь вообще, в принципе, к пространству, к миру, вы хотите получать некий такой знак, символ, подсказку для себя, куда вам двигаться, что же вам сделать, а как же вам получить то самое желаемое, что вы хотите. Так вот, существует конкретный язык символов, с помощью которого вы можете общаться с пространством напрямую. Вы это делаете и так, только бессознательно. Например, вам нужно купить себе кофе. Для того, чтобы купить кофе, вы знаете, что где-то в этом районе есть кофейня, и до этой кофейни вы как-то абстрактно можете добраться, и вы можете потратить на этот путь определенное время, например, час пути. Но если вы будете ориентироваться на карту, следить за знаками, смотреть на указатели, вы можете преодолеть этот путь за 10 минут. И так, и так можно, но можно пройти намного быстрее. Так вот, существует язык символов, язык знаков, с помощью которых вы можете выстроить карту для вашего бессознательного, по которой вы пойдете четким путем, двигаясь, вы придете к быстрому результату, даже если этого раньше не было в вашем пространстве. Например, ваш коллега получает премию, вы ее не получаете. И в вашем пространстве это невозможно. Вам кажется, что ему все, а вам ничего. И вот здесь приходит такой момент, что вы действительно можете расписать в своем поле такую историю, где у вас тоже приходит много клиентов, где вы получаете то, что хотите. И самое главное, с помощью символизма вы можете это все сбалансировать. Но вместе с этим он понимает, что в связи с повышением у него может измениться рабочий график, а он, например, привык к старому. Или, да, там есть такое правило, много делаешь, много получаешь, да, то есть придется ему больше работать, тратить больше усилий. Но у его там коллеги совершенно не так. Мы можем точно так же договориться с нашим бессознательным, показать ему некий путь решения, то есть вот ту самую выстроить дорожную карту от точки А до точки Б за 10 минут, чтобы ее пройти. Мандалы — это действительно очень быстрый инструмент, который дает быстрые результаты, не только в понимании своих желаний, а просто показывая вектор возможности реализации этого желания. Из этого мы идем в это желание без страха и смело его реализуем. На самом деле примеров в реализации мандал невероятное множество. Один из ярких примеров, которые мне хочется поделиться с вами, работы мандалы — это молодой человек нарисовал мандалу на то, чтобы получить должность в определенной компании. Прошло две недели, его резюме никто не заметил, и он решил, что он на две недели может слетать в отпуск. Взял билет, заходит в самолет, садится на соседнем кресле, у него оказался гендиректор той самой фирмы, куда он подал свое резюме. После этого, естественно, он там и познакомился, и он уже работает в этой фирме. Мандалы работают безумно быстро, интересно и ярко, но они действительно очень сокращают путь от реального до возможного. Поэтому здесь действительно главное уметь договариваться с пространством на ее языке, потому что сознание логично, а подсознание символично. Если вы действительно знаете язык своего подсознания и умеете с ним говорить на его языке, а не пытаться придумать новый, говорить громче, вы действительно будете им услышаны, потому что именно в вашем подсознании все ваши страхи, сопротивления и непонимания ваших желаний. Не бойтесь пробовать конкретные материальные инструменты, которые приводят к желаемым материальным результатам, потому что мы живем в материальном мире, и мы действительно должны уметь соприкасаться с этой материей. Выбирайте для себя тот инструмент, который нашел в вашей душе самый большой отклик. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, и до скорых встреч!